И это второе видео о Past Simple Tense, простое прошедшее время. В предыдущем видео уроке вы узнали, как образуется и в каких случаях употребляется Past Simple. Семь способов употребления плюс море примеров, как всегда, озвученных классными носителями языка. Нет, про яблоко сегодня уже не будет. В предыдущем видео мы говорили, как произносится окончание ИДИ у правильных глаголов. А сегодня вы узнаете, как правильно писать глаголы в Past Simple. Итак, если глагол оканчивается на согласную букву, то на письме к основе мы добавляем окончание ИДИ. ИД. ВИЗИТ, ВИЗИТЕД. Но вы помните, что произносится окончание ИДИ только после согласных звуков Т и ДИ. Во всех остальных случаях окончание произносится одним согласным звуком, либо Т, либо ДИ. Вечеринка закончилась в полночь. Если в конце глагола уже есть гласная буква ИИ, как в слове ARRIVE, то на письме добавляется только буква ДИ. Номер три. Если слово оканчивается на букву ИИ, а перед ИИ стоит согласная буква, то ИИ меняется на ИИ, как в слове CARRY, CARRYED. То есть нужно сначала поменять ИИ на ИИ и только потом добавить окончание ИДИ. Эту манипуляцию мы делаем только тогда, когда ИИ предшествует согласная, согласная буква. Мы продолжили писать тест. Но если буквы ИИ предшествует гласная буква, то этого делать не надо. Прошлым летом мы останавливались в доме моих бабушки и дедушки. Четвёртое правило. Если перед конечным согласным стоит краткое гласное, и это ударный слог, то конечная согласная буква при написании удваивается. Как в слове STOP, STOPPED. Зачем? Чтобы сохранить слог закрытым. Я остановился на переходе. Если мы не удвоим написание, то слог становится в этом случае открытым. И слова будут считаться совсем по-другому. STOPPED, а не STOPPED. Потому что в открытом слоге гласное О читается так, как называется в алфавите. О, STOPPED вместо STOPPED. Это понятно? Напишите в комментариях. И смотрите, как называется переход через дорогу по-английски. И номер пять. Последнее правило. В британском варианте английского всегда удваивается L в конце слова travel, traveled, quarreled. А в американском варианте не удваивается. В прошлом году мы путешествовали вместе. На этом про написание всё. Главное помните, что past simple это действие, которое произошло и закончилось в прошлом. Если вы указываете дату, то это однозначно past simple. Я окончил университет в 2010 году и начал работать в банке. А хотите узнать, чем работа, work, отличается от работы, job? Тогда напишите в комментариях хочу. И помните, если вы рассказываете историю, которая произошла в прошлом, то это past simple. Для тех, кто не совсем понял, я переведу. Прошлым летом я попал в неприятную аварию. Я упал с велосипеда. Я позвал своего друга на помощь. Он выбежал на улицу и нашёл меня, лежащим на земле. Он вызвал скорую помощь. Скорая помощь отвезла меня в больницу. Посмотрите, в этом случае hospital, больница, употребляется без артикля. А вы знаете, в каких случаях это слово употребляется без артикля, а в каких с определенным артиклем? Напишите в комментариях. Друзья, полезное видео? Обязательно ставьте лайк. Пишите ваши впечатления и добрые слова в комментариях. Подписывайтесь, если ещё не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. И поделитесь этим видео в соцсетях. А мои дорогие студенты, переходите к лучшей практике устной речи. See you later! Субтитры создавал DimaTorzok